всем привет я вас всех с душой и любовью встречаю на своем канале посеем пожуем всех подписчиков и гостей моего канала друзья сегодня у нас с вами вот такая локация у нас зарядили дожди идет июль месяц и я даже не могу проползти в этот огород и вам рассказать сегодня у нас с вами пойдет очень важный вопрос потому что идет июль друзья месяц днем у нас жара тепло 28 а то и 34 градуса а ночью резко температура падает даже может 10 11 12 быть и вот эти вот резкие перепады друзья холодная роса которые рано утром на листочках у нас это все очень плохо сказывается на наших растишках особенно огурчиках помидорчики не так страдают друзья и я уже заметила что травка рядом уже начала поражаться даже не огурцы а трава самая первая начала поражаться мучнистой росой я боюсь как бы не присоединился еще пероноспороз вы знаете это такие заболевания которые за 2-3 дня мы можем просто потерять урожай друзья и для того чтобы бороться с этим заболеванием с ним бороться в принципе тяжело и для того чтобы не допустить а ну конечно будет присоединяться потихоньку нижние листочки желтеть и вот эта мучнистая роса но чтобы не было обильно вот этого заболевания нам нужно с вами делать профилактику обязательно друзья и вот про это мне с вами хочется поговорить смотрите пожалуйста ролик мой до конца мы все с вами делаем зеленую бродиловку это самое лучшее удобрение для наших с вами растишек и там очень много микроорганизмов всевозможных бактерий которые именно будут бороться вот с этим заболеванием друзья именно такая бродилка который вонючая не который уже у нас перебродила и как бы уже все закончилось действие а именно вот эта вонючка мы ее процеживаем и распыляем один раз три дня я посмотрю на то что у меня сейчас роса сейчас немножко листочки обсохнут и чтобы не было вот этого палящего солнца но и друзья ни в коем случае не делаем это вечером а делаем это днем когда солнышко слегка уходит или утром тоже нельзя потому что сейчас рассадь тем более у нас постоянные дожди друзья вот и выбираем короче время и распыляем на листочки это очень друзья хорошая профилактика можете сенной палочкой пользоваться таким как например фитоспорин тоже очень хорошо можете гомоир вот эти вот всевозможные таблеточки которые также аллерин синая палочка разводим по инструкции и распыляем сверху на листочке чтобы усилить вот эту зеленую бродиловку друзья можете туда добавить хвойный концентрат можно пихтовая маслица это усилит действие вот этой как раз синой палочки который будет бороться у нас с мучнистой росой спирана с порозом и мы как прививаем эти растишки друзья мы с вами продлим как бы существование наших растишек мы же все с вами хотим покушать и огурчики и томатики друзья я думаю что я вам было полезно ставим лайк кто дослушал ролик молодцы боремся обрабатываем ничего тут такого нету это зеленая бродиловка она есть друзья буквально у всех вы кстати можете помимо сенной палочки обрабатывать еще триходермой но одновременно триходерму и сенную палочку смешивать друзья нельзя это микробики как бы антагонисты можно сделать если вы хотите это сделать в один день можно сделать например обработку по листу например аллерин гомоир или фитоспорин или зеленая бродиловка а по земле пролить триходермой так друзья можно или сегодня так завтра так но все я с вами прощаюсь пишите комментарии пока пока а